Всем привет! Вы на канале Черри Такси, с вами Вишняк Владимир. Ребят, вчера со мной приключилась необычная история. Связана она была с выпускным у школьников. Так получилось, что мне пришел заказ из того места, где школьники отмечали выпускной. Это был ресторан Люстра на Профсоюзной улице. И проблема заключалась в том, что отдыхали там не просто школьники, а школьники, ну, видать, состоятельных родителей. И все, как на подбор, противники поездок с бустером. Дети-второклассники, я думаю, непростыми вычислениями легко понять, что второй класс это 8-9 лет, ну, никак не 12. Значит, приключилась у нас такая история. Приходит первый заказ с бустером. Никаких проблем, я подаю автомобиль. Но выходит женщина с девочкой ростом меньше метр пятьдесят. Не намного, кстати, меньше, но меньше. Все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я говорю, давайте, ну, бустер есть, есть я, есть машина, есть ребенок, есть бустер, все есть, давайте ехать. Она говорит, нет, нам не надо, нам уже 12 лет. Ну, мало того, что она врет при ребенке, но еще и... Ну, то есть она высказывает свое нежелание ехать в бустере. Естественно, такую поездку я не могу допустить. И я говорю, ну, к сожалению, тогда вынужден вам отказать. Поездка была за наличные, предусмотрительно. Я, ну, как бы, вожу, кладу бустер в багажник и собираюсь сесть в машину, но девушка меня останавливает, говорит, куда вы пошли, ну, как бы, хочу поговорить. Я говорю, ну, а о чем говорить, если вы не хотите ехать с бустером? Она говорит, ну, тогда я хочу ехать с бустером. Я говорю, ну, а теперь я уже не могу ехать с вами, потому что вы были изначально против, ну, соответственно, для меня это риски. И она сразу же начинает, ну, манипулировать. Она говорит, а почему вы такой агрессивный? Я говорю, какой агрессивный? Я развернулся, чуть ли не сел в машину, вы сами меня позвали и теперь обвиняете меня в агрессии. Ну, а, ну, собственно, я сразу же, опять-таки, сажусь в машину и слышу вслед, что какой-то, ну, какой-то я хамский там еще что-то, ну, то есть, не хамство вообще, никаких даже резких слов. Ну, ребенок стоит, ну, куда хамить-то вообще. Вот. Заказ отменен, девушка сама отменила, ну, как бы, наличка, ей за это ничего не будет. Вот, но как только она его отменяет, мне тут же прилетает следующий заказ. И именно с этого места я, как бы, понимаю, что проблема, потому что в этом месте заканчиваются мероприятия у детей одного возраста. Ну, я понадеялся, думаю, ну, а вдруг повезет и едет там какая-нибудь взрослая женщина там с мужчиной, может быть, родители каких-то детей, может, организаторы, ну, может, кто угодно. Мало ли какие бывают совпадения. Но нет. Выходит 4 человека, мужчина, женщина, девушка, девочка постарше, ну, рост там как раз вот где-то метр пятьдесят. И маленький парень, ну, опять же, второй класс, рост меньше метр пятьдесят. И получается такая история. Отец семейства, весьма адекватный человек, все уселись в машину, кроме него. И я говорю, ну, давайте, я говорю, поставлю бустер и поедем в бустере. Он говорит, ну, я так понимаю, он еще не знает, что такое бустер, он думал, что бустер – это кресло. И он говорит, нет-нет, мы не поместимся в бустер. Ну, как бы, я понимаю, что человек говорит что-то непонятное. Я говорю, ну, попробуйте его безопасно пристегнуть. Блин. Съели? Круто. Пристеги. Ага, я люблю, да? Села. Да, не пристегнутся, не переживайте. Не переживайте. Безопасно. Безопасно, но ниже всего. Не поедем? Куда? Давайте не будем. Не поедем? Виталик, дай ну поехали, чего не так? Ну, на шею попадает, трюми. Давайте я саду тут. Сядь посредине. Дань, сядь посредине. Е, поменяйся местами. Да, е, блюзову. Не, Дань, сядь. Да, он не влезет в бустер, садись. Да, он влезет в него. Скажи, мы заплатим штраф. А, да так это истеклоин, а не в пустер это так. Это называется бутер. Он что-то испортил настроенность. Его основная функция, чтобы вот это вот место было наоборот. Ваша основная функция не умничек и обслуживает. Давайте везить нас уже быстрее. Было наоборот. Ваша основная функция не умничек и обслуживает. Давайте везить нас уже быстрее. Было наоборот. Ваша основная функция не умничек и обслуживает. Давайте везить нас уже быстрее. Извините. Не получится. Наташа, мы выходим, он не поедет. Так он сейчас мне деньги спишет. А пишите, почему не поедем, отменяйте заказ, и мы не поедем. А вы напишите, почему вы не поедете, вы отменяйте заказ, и вы не поедете. Как вам поедете? Как вам поедете? Не, я сказала не умничать. Я сказала не умничать. Да, ну вы умничаете, да. И он действительно принимает такие меры, то есть он пристегивает ребенка, и естественно ремень попадает на шею. Я говорю, вы же видите, что ремень попадает на шею. Он говорит, ну он пытается отшутиться, типа это у меня ребенок балуется так. Я говорю, ну балуется, не балуется, а для того, чтобы он не попадал на шею. Специально придумали бустер, там есть такая петелечка и так далее. И мужчина соглашается, он говорит, да, хорошо, доставайте, поедем в бустере. Я понимал, что это для меня риск, но понимаете, да, стоит первый пассажир, которого я не увез. Второй может уехать по правилам и в принципе не против. И соответственно я достаю бустер, устанавливаю. Единственное, парень не успел даже в него сесть, как его мама просто испортила всю эту историю одним выражением. То есть она сказала что-то типа, вы тут не для того, чтобы умничать, а для того, чтобы услуги оказывать. Ну, соответственно я понял, что поездка будет негативной и мне это просто не нужно было. И мне пришлось им отказать в поездке. После чего дама просто уже начала хамить открыто. Даже когда покинула автомобиль, она стала возле задней правой двери. А я, ну, после того, как они все вышли, пытался навести порядок в машине. И мне нужно было открыть правую дверь, чтобы взять воду, поставить в подстаканники. Ну, девушка стоит вот прям вот так от двери и я говорю, разрешите дверь открою. Она говорит, ну, открывайте только меня, не касайтесь. Я говорю, ну, хорошо. И стою, жду. То есть стою я вот в семидесяти сантиметрах от девушки. Подходит ее муж. Он как бы понимает, из-за чего все произошло. То есть он говорит, ну, вы укажите причину. Я говорю, причина не бустер. Это причина в некорректном поведении пассажира, одного из пассажиров. Он понимает, что вся проблема была в его жене. Вот. Он подходит, говорит, что у вас тут происходит. Я говорю, ну, так и так. Я пытаюсь в автомобиль попасть, но я не могу это сделать, не дотронувшись до вашей жены. Я говорю, а, как бы, таких намерений у меня нет. На что его жена еще раз вспылила и говорит, это значит, вы такой рукожопый, что вы не можете дверь открыть, не дотрагиваясь до меня. Ну, короче, он ее увел. Вот. И после первого раза я позвонил в поддержку, сообщил о том, что была проблема. После второго инцидента я тоже позвонил в поддержку и направился в сторону центра. И тут мне приходит третий заказ, опять же, оттуда из люстры. Первые два заказа были в коммунарку, а третий я не знал куда, потому что при отмене заказа, я отменил вторую поездку сам, мне, ну, естественно, упала активность. Я не вижу, куда уже едем. Вот. При этом я разговариваю с поддержкой, объясняю ситуацию, они становятся на мою сторону, восстанавливают активность. Я им говорю, я сейчас подам машину третий раз, но говорю, очень большая вероятность, что будет все то же самое. Потому что эти люди учатся в одном классе, они одного социального статуса, они примерно одинаково относятся к безопасности, к таксистам и ко всей этой ситуации. Ну, вы знаете, на третий раз мне просто повезло, можно так сказать, потому что третья поездка, да, это тоже была мама с девочкой. Девочка была вот прям, ну, пограничного роста, на видео видно, что она пристегнута и ремень проходит у нее прям вот даже вот под бородником, то есть нормально, без всяких проблем. Вот. Вот. Но при этом мама пристегиваться не стала и, честно говоря, ну, это уже личные, наверное, мои какие-то амбиции. Мне очень не понравилось ее общение ни с ребенком, ни с родителями. Не надо. Попробуй. 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 У меня были живые гусеницы, живые тараканы и живые хула-опарышки. Ну, это какие-то гусеницы, похожие на папку. Живые? Да. Прямо живые-живые? Живые-живые. Живые-живые. Еще они их кусались. Они живые, спеши. Дальше начнешь, где-то все, где-то шлопал. Все, давайте, давай, пока. Приехали? Ну, приехали. Ну, родинки, давайте попробуем. Чего новая сумочка? Давай. Нет. Это просто возмутительно. Ну, соответственно, я поставил этой пассажирке тройку за то, что она была не пристегнута. Других претензий у меня к ней нет, то есть оплата по безналу, ребенок пристегнулся, ребенок был нужного роста. И, собственно, других претензий у меня не было. Но тройку за то, что сам пассажир был не пристегнут, все равно пришлось поставить. Я, честно говоря, очень распереживался насчет этой всей ситуации, потому что это был день, когда было много, ну, не корпоратива, а выпускных детей. И в основном это младшие классы. Они еще будут учиться, но у них выпускной почему-то раньше отмечался. Вот. Я думал, что весь вечер будет проблема именно с детьми, но нет. Это были три подряд поездки с детьми. Все три были проблемные, но больше их не было. Это, к слову, о том, когда у водителя настает черная полоса. У меня даже один водитель вчера позвонил и сказал утром, что у него идут подряд какие-то прям ненормальные заказы, то дешевые, то увеличивающиеся по времени. И он просто развернулся и поехал домой. Ребят, не падайте духом. То, что у вас идут какие-то стечения обстоятельств, это не говорит о том, что так будет до конца дня, что там какая-то система вас так наказывает или еще что-то. Это просто стечение обстоятельств. Всем удачи. Всем хороших заработков. Пока.